Россия начала в Грузии войну за установление нового мирового порядка. Грузия — это первый этап, но вместе с тем и пробный шар. Демократическому миру брошен вызов, не менее опасный, чем политический ислам. Это отрывок из статьи Александра Сушко 7-летней давности. Но всё описанное в ней научным директором Института Евроатлантического сотрудничества есть, к сожалению, невероятно правдивым предсказанием того, что случилось с Украиной сегодня. Если Запад проглотит пилюлю и простит России грузинскую войну, вторжение миротворческих танков в Украину станет лишь вопросом времени. Пророческая статья под названием «Украина. Следующая» была написана в 2008 году для украинской правды после нападения России на Грузию. Тогда казалось, что это действительно такой острый прогноз, который, возможно, не сбудется. Но мы видели, что реакция света была значимой. Реакция света была недостаточной. В заседании Рады «Россия-НАТО» не отбудутся доти, доки федерация не прекратит окупировать грузинские территории. Россия не устраивает чрезмерная самостоятельность республик бывшего Советского Союза. То, с чем Россия борется, это право таких стран, как Украина, жить собственным жизнью. Вот это считается загрозой. И как раз это доведено украинским прикладом. Дальше снова приведем отрывок из статьи. Новая реальность состоит в начатой России войне за новый мировой порядок. Если Россия победит в этой войне, в Европе сложится новый порядок, в рамках которого Украине, как суверенному государству, места не будет. Дальше в статье говорится о слабости и нерешительности Запада, о его желании договориться утихомирить агрессора. Но автор объясняет, что сделать это будет невозможно, потому что империя зла стала на тропу войны. Она хочет реванша после распада СССР. Ни для кого не секрет, что русские, которые пришли в Грузию, говорили местным жителям, что это их земля. Украина уже на войне, напишет Александр Сушко. Ведь, по его мнению, еще тогда, в 2008 году, это было понятно и логично, если учесть все, что проворачивал Кремль. Во-первых, тогда базирующиеся в Крыму корабли Черноморского флота принимали участие в военных действиях против Грузии. Мираж одним из первых возвращался от берегов Кавказа в свою родную гавань Севастополь. Российские военные корабли использовали украинскую территорию для того, чтобы атаковать Грузию, дружную нам государству, с которой был договор чинный про дружбу и співробітництво, который прямо заборонял использование территории один одного для введения войны против один одного. Военно-техническое сотрудничество с Грузией является целиком легитимным и соответствует нашим дружественным отношениям и нормам международного права. Во-вторых, потому что тональность посланий официальной Москвы официальному Киеву практически не отличалась от тональности разговора Москвы с Тбилиси. Поэтому можно было прямо сказать, что Украина уже на войне. Но также это было и предназначение, которое касалось того, что Грузия, очевидно, не является целью России. Грузия является каким-то маленьким полем для демонстрации погрозы. Если вы будете поводить себя не так, как то хочет Москва, то с вами будут действовать в такой способ. Вы знаете, что Россия присутствовала и присутствует на территории Грузии на абсолютно законных началах. И главной своей задачей мы считали и считаем сохранение мира. Россия исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа. В-третьих, Москва, которая систематически вооружает незаконные сепаратистские формирования, официально обвиняла Киев в том, что он вооружает до зубов легитимное грузинское правительство, относительно которого нет никаких международных санкций. Это уже сейчас многие эксперты говорят, война с Грузией – это не первые звоночки, это набат в колокол. Первые звоночки прозвучали намного раньше. Но до сегодняшнего времени аннексии Крыма и войны с Россией были годы тренировок и попыток расшатать ситуацию в различных регионах Украины. О том, насколько нестабильна ситуация в Крыму, будет просто кричать на заседании Верховной Рады Вячеслав Черновол. Он хотел быть услышанным, просил о конкретных действиях. Не прикрытием ли полного банкротства руководство Крыма стало затеянная возня с крымской самостейности? Неужели вы, жители Крыма, хотите превращение Крыма в еще одну кубу, оторванную от цивилизации, нищий заповедник коммунизма? Ведь самостоятельный Крым экономически совершенно не жизнеспособен. Неужели кто-то всерьез верит, что Крыму помогут щедрые миллиарды соседок, которые, кстати, сам терпят экономические бедствия? В Крыму открыто действовали пророссийские силы. Политической предвыборной платформой главного претендента от Кремля на пост президента Республики Крым Юрия Мешкова стал курс на сближение с Россией, вплоть до полного присоединения. За воссоединение со своим народом, со своей родиной великой России. В частности, Мешков был намерен ввести в Крыму рублевую зону, заключить с Россией военно-политический союз, предоставить жителям Крыма российское гражданство, ввести московское время. Однако в силу жесткого противодействия как со стороны украинских властей, так и со стороны внутрикрымской оппозиции, а также слабости России, реализован был только переход на московское время. А в Крыму Севастополь, а в Севастополе Черноморский флот. Весь 92-й год на Украине, там говорят в Украине и в России, яростно спорят об их принадлежности. Российский Черноморский флот был, есть и будет. Еще при Ельцине, это когда делили Черноморский флот, в 92-й, 95-й год, и организовывали, в принципе, независимую Крымскую республику с помощью российских спецслужб. И там дошло до вооруженного противостояния, то есть наши штурмовики заходили в имитационные налеты, они уже посылали своих боевых плацов минировать наши корабли, а наши их и так далее, и так далее. То есть достаточного противостояния было. Уже с первых дней независимости Украины Россия не исключала военного конфликта с Украиной. Кремль постоянно пытался коррумпировать военную украинскую элиту. Также на них давили друзья, с которыми они вместе учились в бывшем Советском Союзе. Все высшие военные чины были на контроле у русских генералов и постоянно подкоромливались из Москвы. Они пытались максимально коррумпировать эту военную ланку, для того, чтобы украинская армия была небоездатной и не могла вести никаких военных действий, особенно против России. Сегодня можно много говорить о том, что стало той самой точкой отчета, когда Кремль точно записал Украину в свои враги и понял, что готов поднять оружие против братьев-украинцев. Наши эксперты, проанализировав весь период жизни независимой Украины, выделили несколько точек невозврата. Добавление независимости было первой точки, что Россия нас видела как певного врага. На Грузии они просто отработали свои методики, а уже в 2014 году после Революции Гидности они просто пошли на знищение международных законов, на брутальное порушение существующих законов, в частности Будапештского меморандума, и пошли на анексию Украины. Но до такого страшного 2014 года Украину нужно было довести. Доводили планомерно, не останавливаясь ни перед чем. Вспомните хотя бы конфликт вокруг острова Тузла. Тузла была организована уже Путином, целенаправленно на 2003 году. Одним из самых больших зазиханий на территориальную целесность Украины был конфликт вокруг острова Тузла. 29 вересня 2003 года, без попереджения, Россия начала сводить дамбу до острова Тузла. Первый серьезный приграничный спор между нашими государствами после распада СССР. Тогда Украина свои границы отстояла, но в 2005 году после первого Майдана, который по понятным причинам шокировал Кремль, они довольно быстро пришли в себя и начали планировать спецоперацию по захвату всей Украины. В 2007 году это уже были все выделены средства, документы, началась вводиться агентура, началось производиться оперативное оборудование местности, то есть закладка оружия боеприпасов и всего остального и так далее. То есть это все уже было четко спланировано. Не надо думать, что это спонтанный ответ России на втором году. Дальше только хуже. Более активные действия российского правительства начались в июне 2013 года, когда в открытую против Украины велась экономическая война. Российской стороной было провозглашено товарное эмбарго на ввоз украинских товаров на российский рынок. Из этого начался, власне говоря, подрыв экономической спроможности еще того режима Януковича, которого потом они подвесили на кредит и полную залежность от российской внешней финансовой допомоги. Сделали его подконтрольным, керованным и далее керували процессом так, чтобы довести это до войны. Войны, которую вряд ли удалось бы избежать. И неважно, был бы изгнан Янукович или нет, все началось еще до него. Он просто неумолимо и глупо ускорил процессы, запущенные Россией в Украине. Я могу сказать сегодня на основе свидетельствий наших військовых, разведников, с которыми я общался, что Россия однозначно готовила план аннексии Крыма в Крыму, независимо даже на то, как бы Янукович остался при владе. Они сделали все возможное и точка отрыва была 2015 год, когда произошло последний президентский выбор. На этом тле они собирались послабить Януковича и, по сути, ее замусить, отписать, отдать, скажем так, в спадок России Крыму. Все та же статья Александра Сушко, опубликованная в августе 2008-го «Украина следующая», в ней научный директор Института Евроатлантического сотрудничества задает вопрос, хотят ли русские войны. Ответ на него звучит пророчески. Будьте уверены, что в случае начала боевых действий против Украины обычные россияне в основной массе с большим вдохновением поддержат свою армию и политическое руководство. Им скажут, война не против братского украинского народа, а против его преступного руководства. Яблоком раздора, как всегда, станет Крым. Объявления войны не будет. Все обставят как миротворческую операцию с целью предотвращения гуманитарной катастрофы. Например, требование вывода Черноморского флота в 2017 году. Разве не гуманитарная катастрофа? Ведь десятки тысяч миротворцев и обслуживающего персонала в Севастополе потеряют работу и не будут иметь средств к существованию. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. К сожалению, в своих геополитических прогнозах Александр Сушко ошибся, разве что с датами. Затянул. Предрекал подобное поведение северного соседа на 2017 год. Но все произошло на три года раньше. Наверное, сегодня для всех граждан Украины уже и не так важно, когда именно началась операция по нападению на Украину. Когда именно мы все прошли, даже не заметив точку невозврата. Важно одно, чтобы все народы на бывших просторах СССР поняли, что не надо спасать русский мир в некогда братских республиках, а наоборот самое время спасаться от него самого. Многие кто тогда сказали, что это почти не паранойя, потому что никто не верит. Но так же сейчас не верят, что Россия может ссунуться на балтийские державы. Это выглядит фантастично, но если не зупините зараз, то может и сунется. Мне не стыдно за эти указы.